Коптера и забирает себе Бэйна. Хвосту Герокоптер не достанется, это вроде бы самая печальная вещь на свете, казалось бы, но, наверное, всё-таки не так. Есть вещи и попечальнее. Всё. Бэйн Герокоптер для команды Fnatic, Queen of Pain и Tusk для Natus Vincere. Неожиданно, да, на Na'Vi берут классическую схему, которую супер распопуляризировали, и при этом Na'Vi раз и не сами задают мету, а являются частью меты и, по сути, действуют уже под копирку. Ну, тоже, в принципе, что тут поделать. Команда должна выигрывать, потому что сейчас у них не так уж и много вариантов для эскейпа, куда-то выхода в сетку венеров. Сейчас надо брать рабочие комбинации и хотя бы их реализовывать. Бэйн Герокоптер и Таск против Квапы. Квапа тоже, в принципе, мейнстримовая подруга, у неё достаточно часто её берут. По-моему, кстати, она процентов 92-93, если я не ошибаюсь. Её пикабаны, её появление вообще в TI-5, по-моему, в каждом матче залетает так же, как Тоск. Ну и Bloodseeker от Na'Vi. Мета не меняется, уже никто вообще никого не удивляет. Всем стало скучно что-то выдумывать, и все берут рабочие комбинации. Bloodseeker и Таск, Queen of Pain. Всё, закончились на этом герои. Лешрак в бане, Нага в бане, Брудмазер в бане, Шторм Спирит. Мета, мне кажется, в конце этого турнира ограничится, не знаю. Вот конкретно 20 героями просто в разном порядке. Это, конечно, страшно наблюдать, и мне жалко тех, кто наблюдает за такой дотой. Ну, что поделать. Ещё раз говорю, там деньжища крутится, никуда от этого не денешься. У Na'Vi очень маленький пул, пишут в чате. Заметьте, не только у Na'Vi очень маленький пул. Он, в принципе, у большинства команд. Команда Сикрет единственное, что показала, что может играть любым и в любом порядке. Ну и кое-как пытаются новички на этом интернешнл, там те же ЦДки, там Фнатики, что-то выдумывают. Но сейчас я вижу, что Фнатики не очень-то особенно и выдумывают. Бейнгер, Акоптер, Лина, нефиг вообще выдумывать. Считаешь ли ты, что Сикреты обыгрывают своих соперников просто личным скиллом, а не пиком? Вы представляете скилл Сикрета мощнейший, который не распространяется на аналитическое мышление S4? Я не верю в это. Если ты играешь невероятно круто, ты играешь не просто так. Потому что у тебя миллионы лет вообще и тысячи матчей за плечами. А там нет-нет, да и по пикам ты разбираться начнешь. И S4, ясен пень, что разбирается великолепно, и Пупей там ему в помощь есть. Поэтому пиком они тоже уничтожают героев. Плюс еще это все наслаивается на крутейший скилл, поэтому Сикреты так сильно и зажигают. Инфосодка Дэнди на клопе сейчас сидит. Ну, Дэнди, скорее всего, и правда заберет Квин оф Пейн в данном матче. Бладсикер, я думаю, для Хвоста будет Туск, он же Таск для Фаника. Скорее всего, ну и арт-стайл у героя не хватает. Undying в бане, по данному пику неплохо, я думаю, зашел бы. Шейкер тоже, кстати, в бане. Ну, блин, такой маленький пул, конечно, всех команд. Мета просто стала убогой до жути. Undying постоянно, Шейкер, Лешрак, Нага Сайрен, Шторм Спири. Такое ощущение, что Дота сконцентрировалась там на 25-30 героях. И все эти 20 постоянно тусуются, я не знаю, как карты в колоде, и все это... Ах! Вы же профессиональные игроки, соберитесь. Таск Санейка будет. Спорим? Спорим? На твой бан. Ха-ха. Ладно, на 10-минутный мут. Ну и Винтерн Виверн, конечно же. Куда без нее. Странно, что она в баню не ушла. Спирит Брейкер. Здрасте. Давно не виделись. Вот, например, с 8 утра сегодняшнего дня. С предыдущего матча, по сути. Тускард стайл. Вот здесь я бы поспорил на самом деле, потому что туска чаще всего берут на сложную линию. Вряд ли это будет артстайл туск. И, кстати, фнатики думают точно так же, потому что забанили саппорт. А уфлейнера не трогают. А артстайл на сложную линию в соло не пойдет. Здесь есть фаник, который мощью своей фигуры задавит просто артстайл. Да ладно, все равно лучше, чем тролль плюс снайпер и все остальные. Ну, тут, знаете, сомнения у меня есть, потому что через 3-4 месяца точно так же все будут кричать, как задолбал этот Бладсикер. Как он надоел. Это мета любая приедается. Даже самые интересные герои, вспомните SF, какой праздник был, когда SF появлялся в пике. А потом SF просто задолбали всех. Ну ладно, у нас уже разобрали всех команды. Че я как бабуля под подъездом веду себя. Куху забирает себе герокоптера. Кесикамба будет играть на Бэйне. Муша будет играть на Линни. Джонни будет на Винтерн Виверн. И Охайо заберет себе Дарксира. Со стороны команды Na'Vi. Фаник будет играть на Таске. Как и предполагалось. Артстайл будет играть на Дазли. Санейка будет играть на Виспе. Бладсикер это хвост. И Дэнди это квин оффпейн. Тут без каких-то инноваций. Без выдумывания со стороны команды Na'Vi. Мне кажется выдумывать они уже передумали. Не хотят. Неинтересно что-то сочинять. Потому что вот такая сочинительная, творческая Дота им не дается. И приходится брать стандартные отработанные схемы и тащить ими. А в этом Na'Vi не так сильны, как в своем творческом подходе к игре. Поэтому и льются. Ну, бывает и такое. Ладно, по линиям в принципе тут давайте просто озвучим, кто куда отправится. Это очевидно, но иногда и очевидные вещи стоит озвучить. Фаник отправляется на топы. На Таске. Нижняя линия у нас для хвоста. Он на Бладсикере будет отыгрывать Артстайл. У него в помощь на Дазли и Висп. Вот тут уже вопрос. Кстати, возможно пойдет с Таском. Возможно будет на Мидлейне, например, доставать кого-то. Потому что стоять с Бладсикером немножко странноватая ситуация. Вдруг что подумают. С Бладсикером Висп я первый раз увидел бы такую пару. Но куда-то саппорт одевать надо. Зачем-то он появился. Я думаю, что Санейка в принципе может пойти и стакать крипов. Вот здесь вот. Делать это благодаря своим спиритам тоже может быть такое. А в лейте и в мидгейме, конечно, Виспу применение найдут. Посмотрим. Муши. Ого-го, Муши привел за собой толпу. Сразу 4 героя команды Фнатик. Даже 5 героев. Джонни. Я тебя не увидел сразу. Джонни тоже тут подошелся. Я, я, я. Подошел снизу. Я тоже с ними. Нас пятеро. Команда Фнатик в лесу вражеском постояла. Вард поставила. Никого здесь не найдет. К счастью, в принципе, команды Нави. Потому что вы понимаете, да, что такое подняться на хайграунд и встретить 5 человек. Нави могла бы быть огромнейшей неприятностью. Санейка забирает себе баунти руну и уже Боттл полетел для Виспа. Если есть Боттл, это означает, что Висп недалеко где-то от мида будет тусить. Есть у меня подозрение, что это будет сложная линия. И может так же он и на мидлейне быть. С Дэнди просто будут заливать и спамить скиллами. А может и не так будет. Ну, в любом случае Санейка применение найдут. Не зря же пикали. Ну и Санейка остается на мидлейне. Потому что Муши не сам здесь. Муши здесь при помощи Джонни стоит. Винтерн Виверн здесь. Дэнди будет разбираться с Муши. А Джонни будет настреливать Санейка. Это, знаете, такая хорошая паб-дабла на мидлейне. Правда в пабе уже два раза написали бы ГГ я лиф или я АФК или я фидить. Дабл мид. Вы представляете, да? Какой стресс. Дазл в итоге у нас от Артстайла будет стоять вместе с Фаником. А хвоста вообще оставили в соло. И это разумное решение. Потому что Блад Сикер и сам может мидлейн постоять, и сам может постоять линию. Благодаря Блад Рейджу Сикера он, в принципе, постоянно хилится самостоятельно. Ему не надо что-то выдумывать. Он может просто бить крипов и быть вечно молодым, вечно пьяным. Зажимает хвоста у нас. Кецокомбайн не дает выйти. Хвост. Поел деревья. Сразу с перепугу два дерева съел. На всякий случай. Ну как Бейн, а? Завернул. И Бейн не может понять, что там в живот какой-то карлик бьется. А это Блад Сикер. Это Саша у нас постоял. Посмотрел, чем деревья пахнут. Нави в итоге скатились вниз. По голде выигрывали 300. Ну как выигрывали. Баунтируны отжали, вот и выигрывали. И по экспириенсу Фнатики впереди. Нави слабее смотрится. Даже немножко странно. По фарму я думал, они посильнее, чем малазийцы будут выглядеть. Но пока что не к этому вообще идут у нас дела. Куху уже 10 на 4 имеет Крипстат. 9 на 2 у Дэнди. 8 на 3 Фаник. 8 на 1 Охайо. Охайо в соло против двоих стоит. Здесь Фаник. И недалеко Артстайл. Тусил. Ну пока что Артстайл ушел. Перетягивается на нижний лайн Артстайл. И еще раз обращаю ваше внимание. Вот эта штука в руках Артстайла стоит 310 долларов. Подарок это или личная покупка Артстайла. Но мне она спокойно даже комментировать не дает. Артстайл пришел фармить вообще. Хвоста не подпускают. У хвоста печаль. Беда абсолютная. Третья минута уже у нас заканчивается. У хвоста 2 на 0 Крипстат. Ну неудивительно на самом деле. Потому что стоял против двух ранджевиков. Ну и пришел сюда Джонни. Будут ловить Артстайла. Артстайл без шала угрейва. И он здесь умирает. Это ФБ от команды Фнатик. И даже не пришлось напрягаться для этого коллектива Фнатик. Нави просто подарили своего саппорта. А остались без ФБ. Ну и голды чуть-чуть конечно подарили. Но все равно уже неприятно. Еще и Артстайл. Капитан остался у нас неудел. Три минуты сыграно. Счет открыт. Фнатики повели. Ну и Санейка на мидлейн перетягивается. Две батлы. Одна у Дэнди. Одна у Санейка. Они друг друга просто поливать могут из этой батлы. Я не знаю как. После победы. В каком-то Формуле-1 шампанским друг друга заливают. Так и здесь. Через тизер подключились. И друг друга отпевают. Фаник. Тоже с батлой. Три батлы уже в составе команды Нави. А ну-ка. Артстайл удиви. У Артстайла нет батла. И у Хвоста тоже нет батлы. Жалко, жалко. Ну, три из пяти уже неплохой показатель. Согласитесь. Ну и Нави. Я смотрю. Фнатиков выдавили. Центральной линии. На ЛОХП ушел. Здесь Муши. Муши на отхиле. Фейсбуцы появляются у Гирокоптера. Где ты? И Арканбуцы появляются у Сыра. Ну и по фарму, я так понимаю, Фнатики повыше поднялись. Так и есть. Тысяча голды. В плюсе для них. И по экспириенсу. Чуть-чуть меньше тысячи для малайзийского коллектива. Фаник. Ой, как же вовремя закончился на крипе Айншел. Фаник чуть не сгорел. Просто от крипа. Это истерика какая-то. Он, не знаю, спичками себе глаза чуть не выжил. Так нелепо смотрелось. Но мог. Имел все шансы здесь и слиться. Сноубол через две секунды. У Хайя будут ловить. Ну, Айншел и просто неприятность. Санейка близко не может подойти. Фаник не может подойти. Ну и у Хайя здесь в безопасности. Потому что идти и заниматься самоубийством это уже перебор был бы даже для нами. Тысяча голды. 750 экспы. Графики не меняются. Все продолжает двигаться в сторону команды Фнатик. У Хвоста 7 на 0. У Куху в это время 36 на 7. Что, простите? Александр. Александр. Это дота нам с тобой. Ну что-то как-то не Алё, конечно. У Бладсикера идут дела. С другой стороны, не могли они идти Алё. Здесь Куху рейнджевой. Кесик тоже, естественно, не спускает глаз, хвоста. Постоянно поливает. То брейнсап, то просто обычные удары с руки. И, естественно, даже Бладсикер, который отъедаться может, не имеет возможности, в принципе, подойти к крипам. Ну и видите, что происходит с Бладсикером. Он понимает, что здесь лоу-хпшный крип. Если он под Бладрейджем подойдет и даст крипу по щам, он нормально отхилится. Но пока он будет убегать от этого крипа, ему настреляют через Рокет Бараш половину его хеллспоинтов. Поэтому у хвоста ситуация неприятная. И это то, о чем я говорил. Команда Нави берет уже ставшую стандартной мету. И реализация не самая прекрасная. Тут на личном скилле не вывести. Кто там говорил по поводу личного скилла, тут сейчас у всех практически такой личный скилл, как у команды Нави. Тим Малайзия очень крутые по личному скиллу. Мушек. Ну, вы понимаете, там личный скилл при всей любви нашего комьюнити к Денди, к хвосту, но он не хуже. Он не хуже. Это точно, если не больше сказать. Ну и хвост пришел на мидлейн. Отбирать фарму Денди. Тут просто репорты должны посыпаться на самом деле на хвоста. Бладсикер дно. Ничего не выформил. Мид у меня забрал. Кто тогда как так-то? Ну и хвоста, конечно, зарепортили. Это 100%. И Кесикамба у нас сливается. Нави зарабатывают первый фраг. Санейка плюс Артстайл. И уходит отсюда Джонни. И Куху тоже не подходил на лайн. Забрали Бэйна. Можно и Куху попытаться забрать. Пользом тачи нету Артстайла. Артстайл просто пошел и отдался по хеллспойнтам. Может, кстати, отхилить себя. Шеллу Грейв на Артстайле висит. Артстайл ОХПшная. Ульта пошла от Денди. Минус 2 от команды Нави. 3-2 становится счет. Артстайла разменяли на, в принципе, троих. Можно так говорить. Бэйн первым слился. Потом слился Геррокоптер. И потом Винтерн Вивер. Так что размен очень даже удачный. В это время еще и Муши погибает. Хвост. Услышал, что ли, что я флеймлю по его поводу. И чудеса здесь начинает творить команда Нави. Тысячу колды зарабатывают они буквально тут за минутку. И по экспириенсу тоже выходят в ноль. Все. Ребята, ничего не было. Начинаем заново. Молочаги. Что за цифры под флагами команд, спрашивает в чате Генсек. Вот товарищ Генсек. Эти цифры называются пенанты. И это поинты, которые отдаются... Голоса, которые отдаются за команду. Я там полной технологии не знаю. Но знаю, что это вот зрители формируют эту ерунду. Каким образом, точно не знаю. Где там кнопку нажимать, тоже не знаю. Но это то, как комьюнити поддерживает в данный момент времени. Поддерживает одну или другую команду. Бывает, что их вообще, в принципе, нет. 4 на 2 счет. Нави вышли вперед. Сотфокладе по экспириенсу 750 тоже коллектив НАТО Свинцер. Ну и, кстати, фаник неплохо смотрится на самом деле. Я думал, дела гораздо похуже будут у Таска. Потому что стоять против Айншела впритык, это очень проблематично. Если ранжевики нормально справляются, то Таск, в принципе, не так легко... Ну, не Таск, а вообще милишные герои не так легко должны были вести дела свои. Ну, посмотрите, что у Таска. 49 на 4. Кребстат у хвоста 21 на 8. В итоге, оффлейнер команды Нави в 2 раза мощнее, чем фигура Мейнкерри. Это тревожный звонок для Нави, потому что в лейте это аукнется. Кладсикеру Крофизносу надо нормальный Нетворс получать. Хотя бы подраться где-то и пооставлять ему 1-2 фрага. Это было бы неплохо. Это было бы нормально. Ну, здесь Фанник просто без печали. Фанник по КД раздает у нас Айшард, через Сноуболы тоже врывается. Ну, у него... Дэнди в это время доминейтинг. Где ты их нахаботил-то? 4-0 уже у Дэнди счет. Он дальше бежит за Муша. Он сейчас Муша развалит. Даблкилл от Дэнди. Мега киллстрик уже у него из 6 фрагов. Нави счет 5-2. И дальше за Охайо. И ульта от Дэнди кривая какая. А, Джонни зацепил, но мог бы зацепить сразу. Ультра килл от Дэнди. Попади ультой, это был бы рэмпач на 10-й минуте. Вот это, я понимаю, 10-минутку отработали. Десятилетку за 5 лет. Это такой вариант. Команда Нави зарабатывает здесь 4 килла. Все 4 килла для Дэнди. И счет становится 8-2. 570 по голоде за два последних. И до этого тоже там капнуло нормально. Ну и Нави пошли, я смотрю, разваливать товара. И команда Фнатик немножко, но проседает. Быстро справляется Фаник. Фаник, еще раз повторюсь, просто сорви голова в составе команды Нави. Он агрессивнее действует, чем действует даже хвост. Ну и Дэнди опомнился, опомнился. Одумался, может быть, и начал расковыривать своих соперников. Начало было не за Нави, но к середине вот... Не к середине, ближе вот к 10-й минуте. 3,5 уже в преимуществе Нави. Даже 4 по экспириенсу Нави. 3,5 тоже в своем активе имеют. Ну и Муши не ожидал такого развязки. Вроде нормально же общались. Что началось? Муши на медлайне стоял. В общем-то неплохо. Да, теперь посмотрите на него. 0-2-0 счет. По Крипстату тоже проигрывает Дэнди. Ну, Дэнди 7-0 счет. Просто тащит команду за волосы. Так, слышу, слышу. Вис полетел у нас. Врываются нам Муши. У Муши для эскейпа вообще ничего нет. И Муши у нас, скорее всего, развалится. Это килл от Виспа. Дэнди не забрал этот килл. Тут бы, по-моему, уже... Викед Сик был бы у Дэнди, если я не ошибаюсь. Ну, очень круто. Гирокоптер в это время забирает Виспа, который вернулся на мидлейн. Ну, Муши разменяли на Виспа. Все, естественно, лучше для команды Нави. Правда, килл Муши не показали. 9-3 становится счет. Нави чуть-чуть по голде просели, но за 4 уже перевалили. По экспириенсу тоже трешку. Трешка в пользу украинского коллектива. Ну, и Дэнди продолжает отжигать. Дэнди разваливает Лину у нас. Муши просто в печали полнейшей. 0-4-0 становится у него счет. Ну, и таким вот образом Саше, вы видите, Дашкевичу дали возможность фармить. И выформил он себе Медас. Понял, что немножко он подзатупил по фарму на ранних этапах. Поэтому надо это все догонять. Надо как-то выравниваться с ребятами. Медас себе приобретает. Ну, то есть, Нетворс сохранился такой же. Но теперь улучшаться будет экономическое положение от раза в разу. Дэнди просто пришел и помог вас тут добить крипов. Это правильно. Тут команда Нави, конечно, действует со стопроцентной верностью. Хвоста надо вытаскивать на тот же уровень, чтобы он не стал якорем к концу игры. Такое тоже может быть, когда керри гнобят в начале матча, и он остается без фарма. В конце игры он просто становится бесполезным. И когда мейн керри, сильный парень какой-то, становится кормом для... Чуть ли не для саппортов команды соперника. Это печаль. А если саппорты типа Леона, например, то такое правда бывает. Например, Леон тот же в соло антимага ненофармленного разрывает. Или Бэйн, например, с кем-нибудь. Бэйн есть в составе команды Фнатик. Ну и Лина. Лина, конечно, не саппорт, но если была бы саппортом, тоже. Разница была бы небольшая. Лина с шестого левела ненофармленного антимага точно развалит. Ну и убивают в итоге у нас Тоска. Да, потратили все практически у нас на Тоска. Ульта и от Ку-Ку. Ульта от Бэйна. Ну и команда Нави не будет, наверное, сражаться за мидлейн, мне кажется. Хвост здесь сам Бладрэйджем... Никак, да, Бладрайдом, точнее, никак не отбросится. Уже Бладрайт в КД. Ну и... В принципе, есть смысл стянуться. Через 19 секунд будет Таск. Немножко подождать, потянуть время. Не так быстро Фнатики сносят Тавер, как им того хотелось бы. У Дэнди ульта есть. Нет, нет. А то через 20 секунд аж Дэнди вообще здесь нет. Дэнди даже не подошел сюда. Ну и запилили в артстайла все. Игроки команды Фнатика отставил ОКП. Шаллогрейв на себя тратит. Дэнди прилетает сюда. Соник Вейв. Через 5 секунд. Наорать можно было бы. Фанник на Лину. Лина разрывает. Разрывает также и Винтерн Виверн. Дэнди уже Годлайк. Ну и здесь ждет Ку-Ку. Файта не хватает маны у Дэнди. Залейте кто-нибудь маны ему. Ну это холи щит от Дэнди. Это счет 10-0-2. И Квапа по идее здесь просто должна разрывать всех в дальнейшем. Санейка полетел на опережение. Вперед на... На кого, на кого, на кого? На Охайо. Охайо не хотят отпускать. Фанник лоу-КПшный. Охайо старается делать и паут. И у него это получается. Вот Кесика не отпускает. Хвост зарабатывает второй фраг для себя. Не в этом файте, а вообще за всю игру. И у Хвоста, вот видите, нет-нет. Да и появляются новые артефакты. У Бладсикера уже практически готовый Яшик. 500 голды осталось хвосту до данного артефакта. 14-5 становится общий счет на 15-й минуте. Нави 6 тысяч по голде выигрывают. И 6 по экспе. Но это еще, мне кажется, до обновления графиков. Ну и товара. Да, по большей части стоят у команды Фнатик. Не сильно их пинали. Тут вообще не тронутый. Здесь тоже практически фуловый тавр стоит на миде. Поэтому Нави пойдут попозже на них. Ну и голда только будет повышаться. Если опять же не нафидят, что очень даже может быть. Они это дело любят, знают и преуспели в нем. У Лины от Муши есть уже стафф из Адрии Сейдж Мэск. Он собирается в Юл. Поздновато немножко, конечно, потому что мидлейн Лина этот Юл должна вывозить минуты до 14-й. У Дарксира у Тухая есть уже Мека. Есть у него Аркан Буци и ничего не покупает. Есть подозрение, что это Даггер, конечно. Но может быть и в Гвардиан Грифс сразу направится Сир. Хотя сейчас дополнительный быстрый реген и дополнительная броня, которую дает Гвардиан Грифс на лоу ХП, она не так полезна, как к Лейту. Потому что, когда у тебя лоу ХП, это значит, что у тебя 15 ХП. Не знаю, 20 ХП, 40 ХП, 100 ХП. А в Лейте, ну, тут Дэнди просто расковыривает команду Фнатик. Все лоу ХПшные. Дэнди продолжает здесь Бион Годлайк Стрик свой. Ну и Дэнди под шалу Грейбом. Он, в принципе, фуловый. Джонни тоже у нас погибает. Уже киллинг сприт для Хвоста Виверна. Забирает Бладсикера. Хвост отправляется в таверну. Размен 3 в 1. Ну и в пользу команды Нави. Так вот, закончу свою мысль долгую. Гвардиан Грифс в Лейте полезен. Потому что он дает тебе броню, которая наслаивается, понятное дело, на твоих ХП. И лоу ХП в Лейте это, там, 500 ХП. Лейте это лоу. 300 ХП в Лейте это лоу. А сейчас, на данном этапе, лоу ХП это 50. Это, я не знаю, это 100. Это мало. Это все равно бёрст дэмиджем все сносится. Поэтому любым скиллом любого саппорта. Брейн саппом, лейт строкерем. Чем угодно. Так что Гвардиан Грифс не самый полезный артефакт на ранних этапах. Я думаю, что Дарксируй действительно стоит задуматься о приобретении Даггера. 7500 Нави по золоту и по экспириенсу 8 тоже за украинским коллективом. Но что касается команды ФНАТИК. Они, я смотрю, присмирели, конечно. Не вылазят далеко. Но варианты для эскейпа есть безусловно. У них в составе играет Куху на гирокоптере. У него уже практически готов. Ну, по золоту уже всего достаточно. Сейчас 20 секунд и голда будет на Сен-Жин-Яшу. Поэтому гирокоптер в любом случае нормально себя чувствует. Команда вся проседает, а гирокоптер не сильно отстает от той же гадлайковой Квапы от Дэнди. 8200 у Дэнди Нетворс, у гирокоптера 7000. Мало. За Куху прилетают. И это Дэнди прилетает с Санейка. Не кто-то там от Дэнди. У Дэнди есть ИУ. Улететь Куху он не дает. Это продолжение холлищет от Квапы. Квапа просто угорает на картинке. И это... Ее можно понять. 12-0 начинали вообще не алло. Но игроки команды Na'Vi цепляют у нас Джонни Виверна. Отправляется в таверну. И опять Дэнди у нас участвует в этом процессе 13-0. Вы понимаете. Ну, вы понимаете. Вы знаете, за что вы любите этих игроков. Это неудивительно. Ну и Дэнди здесь просто он файл. У него уже есть поинт-бустер. У него 2200 на руках. И сейчас будет Аганима. После Аганима, скорее всего, будет какого-нибудь Акторин Корр. Если дойдет до этого. Или Хикса, например, тоже не лишняя. Ну и с Аганимом КД. Миниатюрный абсолютно становится у Суни Квейва. 40 секунд. Поэтому тут через каждую минуту по файту Na'Vi могут организовывать. Если, конечно, Фнатиков хватит на это. Ну, Фнатик присмирели. Не собираются, я смотрю, куда-то где-то выходить фармить соло. Все как-то кучкой-кучкой. И это правильно. Кучка у них. Хотя бы есть шансы не умирать. Я не думаю, что по данному перефарму есть смысл сейчас им врываться. Ну, а почему бы и нет? Чем черт не шутит? Фаника увидели. Бладрайт вошел от хвоста. Все разбегаются в Бладрайт. Никто не попадает. Врыв пошел на Джонни. От Колден Брейс Джонни ждет. На себя не тратит. Вдруг Колден Брейс можно в кого-то пополезнее дать? Фаник лоухэпэшный. Дэнди где? Дэнди здесь. Дэнди Соник Вейв в куху. Куху отъехал. Дэнди Лайт Стрекер и поймал от мужа. Стараются выхилять Дэнди. Дэнди отсюда улетает. Регенится в принципе нечем. У Санейка все пусто. Сейчас, кстати, будет урнов Шадоу. Можно попробовать выхилять Дэнди. Есть все-таки... А, не есть, а точнее нет урнов Шадоу. Потому что сбивают выигрыки команды Фнатик. Фаник лоухэпэшный. Охайо стягивает Фаника. И Фаник живет. Сноубол через одну секунду. Дэнди прыгает у нас на Джонни. Джонни скорее всего отъедет. Шадоу Страйк в него запилит. Джонни сейчас ползать начнет. Смотрите. Сейчас он поползет. Да, пополз. Джонни развалили. И продолжается издевательство от Дэнди. Беги, 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 Данила. А где он? А вот Дэнди улетает просто на базу. Дэнди уже не нравится. Здесь файтится. Он все необходимое сделал. Фаник лоухэпэшный. А из Шарта от Фаника хотя бы перед смертью. Вариантов-то здесь никаких у Фаника. Мансит, Фаник, уходит, Фаник. Ку-ку, правда, его здесь встретил. Но чуть было... Фаник не убежал лесами. Странно как-то. Просто мимо. Его бьют. Он уже еле ходит. Он разворачивается и на полном ходу из трамвая. Как выйдет? И никто не понял, как так. Мы же вроде побеждали. Но Фаник не дошел немножко. Вышел и сразу попал на Гирокоптер. У Гира уже есть Сен-Жин-Яша и 900 голды сверху у Ку-Ку. По счету дела не самые страшные. Которые могло быть и пожестче. Выхиливают хвоста. Нет маны на Лагуна Блейд у Муши. Куда ты пришел тогда, Муши? Вопрос. Как ты пришел драться? Что это такое? Такой важный момент. Забираем мейн керри. А Муши без Лагуна Блейда. Маны не хватило. Ну, раскастовался слишком. Ну, и за это будут отвечать, скорее всего. Сейчас Муши. Муши у нас поднимает Квапу. ТП Ау старается сделать. И уходит. И уходит. Это при том, что его не били. А ХП просто моментально сливается. Ну, у Фнатиков дела не очень хорошо здесь идут. Я думаю, по экономическим вопросам понятно все. По экспириенсу тоже понятно. Плюс те, кто должны были выформить. В частности, Лина должна была заработать бы какой-нибудь Аганим. К 21 минуте. Она без него. Ну, не только Аганим. Тот же Даггер Лине был бы полезен. Но вариантов таких пока, что для Муши не предвидится. Ну, и команда Фнатик продолжает файтиться. В прошлый раз был, в общем-то, и неплохой. Поднимает у нас Квапу. Квапа сама себя после этого поднимает. И уходит Дэнди. На кого-то ульта пошла у нас от... На Кецико пошла ульта у нас от хвоста. Артстайл, лоу-хпшный артстайл в таверну. Дэнди разорался на всех. Дэнди прыгает на Кецик. А Финс Грипп на Дэнди. Дэнди старается уйти. И, возможно, у него получится. Дэнди делает блинкаут. Пока что два в один размен. Лоу-хпшный хвост. Лоу-хпшный Дэнди. И погоня пошла у нас теперь от Фанника. Фанник пытается не отпустить команду Фнатик. Куху лоу-хп. По Дэншеламон прыгает Дэнди. Шадоу-страйк Винтерн Виверн. Джонни 100% отъезжает. Надо дальше бежать за Гирокоптером. Вернись, Куху. Нет, Куху уходит. В итоге Артстайл разменяли на трех героев. На двух саппортов и на мидлейнера. Который, в принципе, по фарму такой же, как саппорт. Четвертый снизу у нас Муши. Ну и проигрывает Санейка на Виспе. Поэтому Муши со счетов, мне кажется, можно уже сбрасывать. Его время в этой игре, по-моему, не придет. Ну кто знает, может он стреляет. И Дэнди, например, с 15-0 стриком. Какого пса вообще творится здесь? 25-9, у Дэнди 15 киллов из 25. Хотя о чем я говорю? Из 8-7 было у Дэнди не так давно. И из 10-9. Поэтому тут не страшно. Дэнди даже ракеты фармит. Все зажглось здесь. У Квапы Квапа просто молодцом отыгрывает. 12 тысяч золота. 14 тысяч экспириенс. Ну и Квин оф Пейн приобретает себе Огр Клаб. Дэнди будет готовиться стать мамой. Дэнди будет готовиться к БКБ, конечно же. У хвоста Сенжин Яша уже имеется. Есть Матрил Хаммер тоже в БКБ. Ну, правильно, в принципе, почему бы и нет. Все эти Найтмэры, все эти Энфиблы. Все эти скиллы от той же Лины, Лайтстрокера и Подноги, и Драгон Слейф. Это можно и выйдить. Дэй Лагуна Блейд. В принципе, будет Эвэйджен, потому что Аганим у Муши пока не предвидится. У Тузка от Фанника. Супер агрессивная сборка. Дезолятор плюс Блинк Даггер. Вроде бы обычных два артефакта, но эти два обычных артефакта, по сути, уничтожают соперников соло абсолютно стопроцентно. Лина бедняжка, Лина уже ходячий оливье с Линой. Ничего хорошего не будет до конца этой игры. Тузк только ее увидит, прыгнул, подбросил. И там уже летай в свои юлы, не летай, подбрасывай Тузка. Ему плевать просто. Он в сноуболе, ему вообще пофиг. Поэтому Тузк, конечно, с дамагой колоссальной. Сюда еще докупается Шадоу Блейд. А в идеале Сильвер Эдж, который на самом деле снимает очень много всего при первом ударе. Короче говоря, юзаешь Валер Спанч, заходишь в Инвиз. И из Инвиза как шарахнешь Дезолятором по голове. Лучше, чем всякие Никсы на самом деле. Тузк вообще лучше, чем всякие Никсы. Да все лучше, чем всякие Никсы. 15 тысяч по Экспириенсу Нави. И по голде 12 с половиной тоже коллектив Натус Венсер. У Куху на БКБ осталось 1100. Насобирать у Муши 1200, хотя бы поинт-бустер. В принципе, должен покупать. Потому что сейчас дела не очень хорошо у Лины. 0.6.5. Совсем нехорошо. У Джонни ничего интересного. Аркан Буцы только и Урнов Шадоуз и Охайо. У нас гем у Артстайла отобрал. Блинк Даггер есть, Мека есть, Аркан Буцы. Ну, как и предполагалось. В принципе, это достаточно разумное решение. Фаник мы уже видели. Супер агрессивный нагибатор 228. Санейка. Боттл есть, есть Мека, есть Аркан Буцы. А вот Санейка, кстати, может уже, мне кажется, подумать о Гвардиан Грифс. Я уверен, он спит и думает о Гвардиан Грифс. Гвардиан Грифс, Гвардиан Грифс. Вот бы заиметь. Я думаю, что ему действительно это будет полезно. Потому что Нави на лоу-хп в основном дерутся. Тут Фнатики как-то... Рассказ у них нормальный. И Виверна со своими осколками. И Герокоптер через кулдаун. В Нави въезжает хорошо. И Гвардиан Грифс просто на 100% зайдет. У Квапы до БКБ остается... Огр Клаб. Есть? Есть. Рецепт, да. До БКБшки остается... Ну, 800 копеек. В принципе, немного. Ну и Хвост. Как там Хвост поживает? У Хвоста БКБ есть. Ни разу не юзанный есть. С Инжиньяша есть БТшка и Хэнд оф Мидас. В общем-то, по фарму команда Нави классно себя чувствует. Даже Хвоста за уши вытащили. Подтянули. Показали, как надо в Доту играть. И им... Очень быстро учится Блатсекер. Все у него хорошо получается. 25 на 9 общий счет. По голде 14 Нави. И по экспириенсу 16. Тоже команда Нави. А начинали вроде бы не очень стартовый этап этого матча. Ну, это так. Только-только начало. Когда Артстайла слили. Когда там еще кто-то подслился. Ну, в целом, достаточно быстро в себя пришли. Тенди вернул чувство команду на Цвинцер. Ну и Фаник. 1600 уже по голде на руках. Я думаю, что, конечно, очевидно. Shadow Blade здесь. О, Даззл. Забыли посмотреть Артстайла. У Артстайла... Да ничего, в принципе. Забыли и не страшно. У Артстайла всего лишь... Аркан Буцик, Луак есть и... 600 голды на руках. Ну, Фулл Саппорт, что поделать. Отставил 0-4. Где это вообще такое видано? Верни мне мой 2001. Стойте. Хвост, Бладрайт под ноги... Никому. А, предположительно, 3 могли там остаться. Ну и... Ульту потратил в Гирокоптера. Гирокоптера отхилили. Можно выходить уже на Т1. Пора, кстати, Нави начинать пушить. У них преимущество достаточно уверенное по галде. По экспириенсу та же история. В шмотках это уже давным-давно отобразилось. Но они, в принципе, сильнее. Почему не пушат, пока непонятно. Дэнди с БКБ. У Дэнди есть Аганим. БКБ есть, естественно, у Хвоста. Да и все эти подсейвы, все эти эскейпы от Тузка, от... подсейв от того же Дазла. Что-то, естественно, Навиам просто так слиться не даст. Ну и Куху тут пытается выформить. Единственная надежда, по сути, команды Фнатик. Если Куху не будет дамажить, то больше никто не будет дамажить. Лина без дамаги особенной. У нее не будет Аганима. Еще ближайшие минут... Ну, думаю, минут пять. А если Нави пойдут давить, то, может, и вообще не будет. Но Нави как-то ждут. Кстати, непонятно, чего ждут. Нави, вспомните, играя против команды, команды, команды... Какой-то команды не очень. Играя... Вчера или позавчера это было. Тоже выигрывали колоссально. Налекани Хвост играл. Играли против Гирокоптера. И дали Гирокоптеру расформиться. Тащили, тащили 30 или даже 40 минут. Потом Гирокоптер просто выформился. И 20 последних минут издевательства какое-то над командой Нави. Неужели можно не учиться на своих ошибках? Неужели это возможно вообще? Так сильно забивать на все это? Ну и Нави ждут крипов. Все-таки собрались, готовы пушить. 30 минут позади. Пора уже как-то им реализовывать свое преимущество. Тенди подъедает на него что Тауэр. Тенди БКБ пошел дальше замуж. И БКБ надо тратить с умом. Куху в БКБ отправляется. Рапшир висит на нем. Под стенку стяжка пошла у нас от команды Фнатик. Лоу-ХПшные все практически Фнатики. Куху отваливается в правой части экрана. По центру здесь Джонни разваливают. Джонни через стенку бегает. Думает, что за ним будут. Тут нет, за ним никто не пойдет. Нави лоу-ХПшный. Вот здесь Гвардиан Грифс. А вот он Гвардиан Грифс. В принципе, поэтому Нави уже и не все лоу-ХПшные. Минус 3 делает Натас Виндсер. Забирают Бэйна. Забирают Гирокоптера. И забирают Виндер 2 верные. В принципе, можно идти забирать Т2 здесь. Забирать Т2 здесь. У команды Фнатик ситуация очень печальная на данный момент. И герои эскейповые не могут помочь своей команде. Потому что одной Саше Яшей здесь не вывести до 100%. Ну и Дэнди прилично перефармлен. Ну и есть у него Аганим. В принципе, сейчас, я думаю, есть вариант подумать о Хигсе, например. Или пойти в ту же физдамагу. Хотя нет, физдамага, наверное, не так важна здесь. Кого-то одного выключить Хигсой это плюс. Тем более, для Дэнди физдамага от Хигсы тоже не маленькая. Так что полезная со всех сторон штука. Фнатики готовы подойти крохи. Охайя стягивает всех. Стенки я не вижу от Охая. 26 секунд ее нету. Но развалили в итоге Дазла. Вкатывается Фаник на муши. Через всех перекатился Дэнди. Соник Вей по двоим. Лина байбэк сразу же пока что. Размен 2 в 1 плюс байбэк от Лины. И Куфулоу хпшный. Вот Сонейка с руки стоит. Бьет Фаник в итоге. Вместе с Дэнди забирает Сонейка. Джонни на хайграунде. Как ты там оказался вообще? Джонни слазь. Размен по-моему 3 в 2 состоялся. Квапа у нас теряет Аэгу. Ну и Дэнди дальше. Джонни в колдом рейсе себя отравляет. Муши раскат под ноги Дэнди. У Муши лагуна Блейда нет. Поэтому Муши скорее всего здесь и останется. Балл Рус Панч под ноги Муши. Муши в таверну. Стена у нас на хайграунде. Хвост стоит сам себя перед Винтерн Виверн. Не сам себя, точнее а Дэнди. Винтерн Виверн свое дело тут. На чудила. Хвост на хайграунде. Хвост сможет ли выжить? Нет, не получается. Квапа в итоге отсюда уходит. И Дэнди вместе с Санейка уезжают. Тут по-моему неплохой такой плюс для команды Фнатик случился. Нет, Нави все-таки остались в плюсе. Потому что 2 байбека как ни крути. Это важно. А что байбекаться было непонятно. Роху в итоге забрали Нави. Аэгу забрали Нави. Файт Фнатики проигрывали. Набайбекались. Ну убили одного хвоста. Но он и до этого умирал неплохо. В итоге Нави забирают по голде много. Очень даже так. Релокейт у нас на Куху. И Куху на лоу хп уходит на фонтан. Новых артефактов у команды Фнатик теперь появляться не будет. В частности у Гирокоптера. Наверное это в горячке все случилось. 23 тысячи по золоту уже Нави. 25 по экспириенсу тоже для коллектива Natus Vincere. Фнатики тут со старта игры как-то не доиграли. Удивительно. Даже я думал что Фнатики на самом деле первую игру заберут 100%. А Нави если будут комбетчить то уже во втором матче. Ну а здесь просто Нави на таком сейчас. Уровни находятся экономическом. Что сложно будет проиграть. Сложно. Но возможно. И они молодцы. Они в этом вопросе прям фору любому дать могут. 4 тысячи уже на руках у Дэнди. И Дэнди еще не умирал. 16-12 за Дэнди по-моему под 2к дадут. Если его получится убить в ближайшее время. Дэнди вообще умирать нельзя ни в коем образом. Мне кажется даже и про Линкенсферу какую-то надо подумать. Можно было бы. А почему и нет. Дэнди правда гораздо важнее сохранить жизнь. Чем кого-то еще там надамажить. Потому что он так много подарит. Если сольется. Беда просто будет. Серьезно. Линкенсферу собрать себе. Или например Бладстоун. Раз такая жара пошла. И заряды наверное капали неплохо бы для Дэнди. Так а что тут народ подтянулся. У нас Дота подлагивать начала. Вроде нет. Ну пошла ульта у нас от хвоста. Замес под хайграундом команды Фнати. Куху лоу хпшный. В колденбрейс его отправляют. Еще один Бладрайд под ноги от хвоста. Куху. Вот БКБшка. Куху начинает файт над Дэнди. Не попадает. В итоге здесь колдаун. Ну и дальше за фаником Куху. Еще один удар. Бои Куху развалился. У него 150 хп оставалось. В колденбрейс его отправляют. В итоге одного фаника потеряла команда Нави. И все. И все. Это все. И за это 2000 голды. И 300 хп за одного фаника. Глеб, ты прости, конечно. Не сильно ли жирно это вышло? И Глеб и Гейб, скорее всего. Ньюэлл. Что ты творишь вообще? Да, за фаника дали 2000. За одного беднягу фаника. За Дэнди хотя лично кому-то тоже 2000. Я думаю, что бы Дэнди забрали одного здесь. Всей толпой. То заработали бы... Ну, 1004 на всю команду точно. У Бладсикера уже есть хиперстоун. Чейнмейл тоже есть. Плейтмейл есть уже у хвоста. И тембилдей. Осталось... В принципе, тут немного. 200 копеек до приобретения керасы. 26 по голде Нави. По экспириенсу, точнее, и по голде Нави. 25 тысяч впереди. Ну и 37-ма минута у нас уже идет. В принципе, игра достаточно динамичная, интересная. Так что как-то и не затянута. Быстро все ровненько движется у Нави. У Дазла появляется Глимер Кейп. У Виспа появляется Солар Крест. Санейка после Гвардиан Грифс. Еще и вот такой полезный артефакт для Тима собрал. У Дэнди появляется плейтмейл. Это означает, что Шива будет у Дэнди. Потому что кераса у хвоста. Вот она уже, в принципе, готова. Ну и у Дэнди... Деньги для Шивы есть. 3400 на руках. В принципе, 2700 местных став. И рецепт, по-моему, там никчемный вообще по цене. Если не ошибаюсь, 600 или 500? 600. 600. 500 раньше было. Ну и их артстайло мы видели. Ну и у Фнатиков с меньшим, конечно, темпом появляются артефакты новые. Есть Шивас Гвард, есть Мека, есть Блинг Даггер. У Охайо здесь Даггер у Виверны. 1200 еще сверху на руках. У Гирокоптера появляется Талисман Офуэйдж. Он решил от физдэмэджа себя обезопасить. Ну, Баттерфляй хороший вариант. Он уже, конечно, должен быть на Гирокоптере к этому моменту. Причем в количестве двух штук. Ну и просто несчастный Кесик. Ну, как бедово, а. Все происходит у него. 0-9 счет. Тапок негрейженный. И Мэджик Вонт. Просто пир какой-то тут творится. Модный показ. Да, жалко, конечно. Ну, очень сильно недофармленная Виверна. Поэтому команда Фнатик... Ну, команда Фнатик целиком страдает. Здесь Муша 2-8. Хотя бы 2 кила себе забрал. Ну и у Муши через... Одного хорошего крипа появится Аганим. Или через двух не очень. Все, есть Аганим для Муши. В принципе, теперь... Кто тут у нас получает по чем? Квапа точно получает. У нее 1900 хп. И 950 в нее будет залетать. Через пол левела для Муши. Нормально. В принципе, нормально. Квапу есть вариант слить. Потому что Дэнди, когда был под БКБ, его вообще дамажить толком и нечем. В составе команды Фнатик. Вот поэтому у Дэнди уже печаль. И он, наверное, цель номер один для команды Фнатик. Потому что будет дорого стоить. Если кто-то его убьет, это плюс один... Не знаю. Плюс пол слота сразу же. Фнатик. 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 Ну и замес Назревает как раз таки На хайграунде команды Fnatic Прям таки в ее лесу Куху поднимается и встречает Шиву лицом Ну и пошел Рапшин Гирокоптер, поворот не туда Куда ты полез, Куху? Без Вижена, без ничего, прям на команду Na'Vi нарвался Гирокоптер, жалко Был вариант заескейпить здесь Ну и за камбэчить не удалось В итоге Джонни в таверну, в таверну Куху Паника потеряли игроки команды Na'Vi За Кесиком дальше, но это вопрос времени Минус 3 уже от Na'Vi И сейчас по идее должны начинать Падать в сторону Время пришло Подпушивают уже крипы Здесь, ну Na'Vi без крипов пинают товара Хотя нет, крипы никуда не зашли Странно, что Нет Или с крипами, да, Na'Vi зашли С крипами, поэтому все нормально Здесь «пактор протекшн» не работает Охайо Пошла сляшка от него Воллов реплики нет, хотя и так нормально продамажили Лухэпешный хвост Дэнди выхиливается благодаря Саннека Дэнди начинает пилить Барак, скорее всего сторона Это потеряно будет Командой FNATIC Нет Ку-Ку, его не будет еще полминуты. Прыгает у нас Квапа подальше. Еще раз взлетает Квапа. Но это защита от Муши. Но Лагуна Блейд есть у Муши. Просто запереть хвоста. Если попадет, убьет. Вот. Вот так. Что такое? Вот так вот планировалось реализовывать свои деньги. Лина купила Аганима. И теперь с Аганимом минимум одного в файте выключать должна. Вот уже и на Даггер денежки появились у Муши. Просто за одного хвоста тут деньжищ зарабатывали миллион. Хотя хвост вроде как и не преуспел у нас по фрагам. Но тем не менее. Команда Фнатик очень сильно проигрывала. Поэтому и проигрывает. Поэтому каждый фраг теперь дорогого стоит. Тридцатка нави по золоту. И двадцать семь по экспириенсу. Более чем до хрена. Фаник и Дэнди готовы врываться на року. И понятно, да, что здесь кто-то есть. Разбивает инвест у нас Дэнди. Врыв должен быть подальше. Шадоу Блейд есть. БКБ есть у Тузка. В принципе врываться можно. Фаник прыгает у нас на Кесика. Кесик в таверну. Охай, лоу хпшный. И валит Джонни у нас прям с хайграундов. Дэнди запилили у нас аганимный Лагуна Блейд. Ну и вот он Дэнди. Вот он Дэнди. Он без хп остался практически сразу. Дэнди сейчас если умрет, 18-0 идет. Он, то это пол бюджета вообще команды Фнатик. Он им просто подарит. Дэнди постоять под деревом. Прилетел. Что с лицом Дэнди? Что такое? Не нравится? Жанну понравится. Воллов реплика стоит по-прежнему. Фаник прыгает у нас сюда. И Дэнди должен запрыгнуть скорее всего сюда. Все, все оставили перед входом и ушли. Пошел хвост Дэнди пинать. Фанику есть варианты уйти отсюда. Дэнди тоже отсюда уходит. И побежала команда Нави. И я так понимаю заканчивать эту игру. Потому что преимущество колоссальное по деньгам. По экспириенсу тоже все хорошо. У Нави 28 тысяч. Так что заходи не хочу. Виверны нету. 3-10. Кстати, 3 кила заработала Виверна у нас в конце игры. Куху подрапча. Никто кроме артстайла его не бьет. Может он подходить и бить. Вот, начинает нарезать по гирокоптеру. Гирокоптер в таверну. Ну, Соник Вейп здесь он хваппи. Охай, алло хпшный. Минус 5. От команды Нави они потеряли только фанику. И тем самым деморализовали. Конкретно команду Фнатик отправили в таверну всех пятерых. Ну, смотрим как падает трон. ГГ. ВП. Тут не могу не согласиться. Нави и правда показали. Очень даже интересную игру. И вот он. Вот он, вот он, вот он. SF. В панике просто. Ну, и по набору артефактов, я думаю, вы видите. У Нави тут просто битком все набито. А здесь до сих пор с негрейженным тапком бегает Бэйн. Бедный, несчастный. Клоак у него. У него один бутсов спид. Мэджик вонт. Смоук. Ну, в принципе.